Это орден Великой Отечественной Войны, с ним я и ушла, больше у меня не было никаких наград. А это вот дали уже после. Рассказывайте, все равно интересно. Так я не знаю, что про него рассказывать. Сколько он это... Не знаю, какой этот орден, не помню сейчас. Но все равно приятно ведь. А это медали памятные, так что же о них рассказывать. Ладно, ну как хотите, можно тогда дальше продолжить. Давайте я передам, наверное, сейчас. А, положите, да, положите. Вот снова к началу войны вернемся. Вот с какими чувствами шли войну и с какими возвращались? Вот расскажите, пожалуйста. Не знаю, как сказать. Надо было догнать, что пошли. Ну, ну. Отдать долг. А вот о возвращении с войны. Вы ведь в Новгород вернулись? Я вернулась, нет. Я вернулась в свою деревню Подбридзе. Значит, это... Пришла в Новгород военкомат. Там выписали паёк. Все разрушено. И дома у мамы плохой избушка. Как на каменных, на куриных ножах. Ну, стало, в общем, у меня были знакомые, с которыми я там на Коминтерне работала. Они уже в Ленинграде жили. И я к ним поехала устраиваться. У них прописалась. В Ленинграде прописывали всех после войны. И устроилась на работу медсестрой. И снова о начале войны. Как воспринималось вначале то, что Красная Армия приходилась им отступать? Ну, ничего плохого я не слышала ни от кого. Ленинградцев я мало знала. Никого у меня знакомых не было. Так что никаких разговоров. А вот в 41-42 году были ли сомнения в победе? У всех были. Что победим. А вы знали осенью 41-го о положении дел под Москвой? Конечно, знала. Что в 41-м? Да, когда была битва за Москву. Да, слышала. Как же. А как воспринимали то, что враг вплотную подошел к столице? Плакали мы все. Боялись все, что немец и сюда придет. Мою родину занял немец. Маму в Латвии. Маме. Они были уже в Латвии у немцев увезены. Так что ж. Расскажите, пожалуйста, о своих командирах и начальниках во время войны. Кто из них больше запомнился и чем? Пока я работала в поезде, в санитарном поезде, шесть начальников поезда усменились. За какие заслуги присылали, меняли это, я не знаю. Но один начальник был очень плохой. Вот, все продукты доставал и получал. На раненых я гуляю с ночбедом по перрону, а идет комендант. Что вы завтра отправляетесь? Мы говорим, не знаем. А как же ваш начальник сказал, что он же получать продукты поехал. Вот на всех раненых получил и сбыл в Румынии. Вот, разбогател. А его наказали как-нибудь? Его сняли потом, сняли и перевели в госпиталь для военно-пленных. А там ему еще больше можно было воровать. А хорошие начальники были? Да начальники все хорошие были для меня. А давайте поговорим о полководцах. Кого и вы, и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Ну, вороков, конечно. А изменилась ли ваша оценка сегодня? Ну, да и нет, не изменилась. А вот как вы и ваши товарищи относились к личности Сталина тогда? Ну, как и все. Хорошо относились. Все мы знаем, что Советская Армия была многонациональной. А как вы думаете, что вот объединяло представителей самых разных народов и религий в одной силе? Да не знаю даже. Раньше как-то они считали, что все народ, как русский. Как братья были все. Это сейчас все изменилось. Раньше. Да. А вот на ваших глазах не случалось никаких конфликтов там на такой почве? Нет, никакой. В деревне жили спокойно, замки не вешали, воров не было, бандитов не было. И так же это после войны тоже я вот жила в Ленинграде, там никаких таких не было случаев, как сейчас. А верили ли вы в Бога до войны? До войны верила и сейчас верю. Прекрасно. А вот как менялось у людей, может быть, на войне отношение к Богу? Были ли случаи того, что до войны не верили, а потом стали? Там на войне мы о Боге не говорили. Маля, у нас здесь переспондент сидит. Где-то раньше по-другому. В общем, в войну не было разговора, никакого не было. Я так помолюсь, когда есть время. В Ленинграде после войны ходила в церковь. А на войне о чем молились? Ну, молитву знала, таких читала и все. Спасибо. А вот как удавалось не падать духом, поддерживать военную дисциплину? Да не знаю. Я, наверное, такая была, так воспитана, что слушаться всех. Начальник. Начальство меня всегда любило. Никаких мне выгоров, кроме благодарности, не было. В общем, я пробыла вот на поезде на этом. Большая часть войны. И куда меня не отсылали. Санитары были такие. Ну, и то их просто на фронт добирали. А не то, что они там что-то плохое сделали. А вот можно поподробнее рассказать о ваших встречах с населением в прифронтовых военных пунктах, в прифронтовых городах? Ну, встреч, собственно, и не было. А может. А так... А где-нибудь вот... С народом-то мы не общались. Просто, может быть, где-то люди отличались. Там, например, вот как раз в европейских городах уже. В европейских городах мы с народом не общались, а вот к поезду подходили люди, так просили тоже милостину. Так, сейчас, простите, следующий вопрос. Какое было отношение к вам и вашим товарищам, населения, вот именно тех европейских, кроме того, что милостину просили? Может быть, благодарили? Или не было такого? Да, не знаю. Вы не все, что им поездок благодарят. А на каком языке? Да, кто-нибудь понимал, а если есть, что, так это... И так... В Румынии особенно. Там зима, а они ходят в тапках. Бедный народ был в Румынии тоже. Хотя там все тоже по магазинам было, все хорошо висело. Простой народ. Ваше отношение тогда, какое было к немецким солдатам? Как их воспринимали? Что думали немцы? Я, собственно, с немцем-то и не встречалась. А только вот мы один раз перевозили, полный эшелон, наш санитарный пост загрузили ранеными, пленными немцами. Так, там был врач один, я дала ему перевязочный материал, и он ходил, перевязывал там, кому нужно. А я их не обслуживала. И ничем мы их не лечили. Только перевязки делали, кому нужно, врач. Значит, я скажу врачу, что в таком-то... Он уходил по вагонам и перевязывал раны. Вот. А приходилось ли во время войны слышать о власовцах? Приходилось слышать. А больше ничего, только что власовцы есть. Что вам о них говорили, и вот ваше мнение-то такое было? Кто нам говорит? Мы же с народом не общались. Мы к народу не ходили в гости. Приезжали на вокзале тоже, разгружались, выгружались и уезжали. А сейчас просто тут много попыток оправдать власовцев и других предателей. Как вы к этим современным попыткам относитесь? Отрицательно, конечно. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Нет, у нас не было дезертирства. А какое ваше отношение к тем, кто уходил, убегал из армии? Да у нас никто не убегал. Все санитары на месте, сестры на месте. Спрашивались, если в город пойти, значит, у начальника спросишь разрешение и идешь. Вот в Румынии, в Венгрии и в Австрии мы ходили. Там были даже эти офицерские собрания. Ну, не наш поезд устраивало там. А у меня это... А начальник был... Он раньше был нашего поезда начальника, а потом уже в части. И вот он меня пригласил. Он с женой служил вместе. Приходила я и еще фельдшер наш ходили туда, на офицерское собрание. Там угощение было, потом небольшой митинг какой-то. О чем говорили, я уже не помню. А какие были бытовые трудности во время войны? Какие есть, такие... Такие, такие... И переносили. А кормили как? Кормили нас хорошо. Вот в какие времена, года или, может быть, годы военных лет было наиболее тяжело? Самый тяжелый год какой был? Так вот, самый тяжелый. Война для всех лет одинаковая. Придет железнодорожный мастер ко мне. Катя, у тебя есть хлеб? Там просят. А я не съедала всю пайку. У меня накапливалось. Я ему дам, и он раздаст там. А почему не съедали? Так нам давали 800 грамм хлеба. Да еще и первый, и второй, и третий. И не третий, вот и не было. Тоже второй. Я не съедала. Вот вы рассказывали уже об офицерском собрании. А как еще отдыхали на фронте и во время войны? Это как подъедет поезд на станцию, вот остановится надолго. Мы выходим. И здесь где лес, где это, что. Походим по деревне. Но мы с ним не разговаривали, с нерусским народом. Мы на своем языке, они на своем. А выступления артистов или фронтовых бригад видели? Ничего не было. Не было, да? Не было. А что думаете о любви на войне? Не знаю. Я не любила никого. И медалей у меня нет лишних. Вот я только ушла, я с одной медалью. Вот. Ну, любовь-то все-таки это не медали. Великая отечественная. А там нам говорили, кто с начальством живет, тот и медали имеет. Вот. Мне один этот мой родственник, он был тоже старший лейтенант, и говорит, Катя, я приехал, говорит, в одно отделение, там, говорит, сидят девки на заборе, все с орденами, вся грудь в орденах. Ну, а что они, какие они там сделали подвиги, не знаю. А мне только вот медали, что эти, 20, там, 30, 40 лет. То есть недобием было на фронте, да? Да, конечно. А что думаете о знаменитых наркомовских 100 граммах? Я не пила их. Вот приехали мы в Румынию, и там, значит, наш начальник позвал начальника с другого поезда. И их пришел, он с замполитом пришел, и, значит, и водку принесли. Не знаю, какая водка. Были у нас кружки железные, ну, мне там налили. Я, начмед, потом, значит, начальник наш, замполит, и те из другого поезда, не помню, с какого. Они тоже приехали сюда ранеными. Но они уже не первый раз приехали, они уже были там. Ну вот, собрались мы здесь и выпили. Я не почувствовала, что я пьяная. А когда вышла, села в коридор. Вот меня так, вот туда-сюда. А так я ничего не чувствовала, как будто я и не пила. Потому что я выпила-то немного. И не пила никогда. Да, я не пила никогда. А как Вы оцените советскую военную технику времен войны, и вот оснащение медицинское, например? Ну, оснащение было хорошее. По тем временам. Да. С техникой я не встречалась. А так все. А письма домой писали или Вам? Некому писать-то было. Мама была отдана. И то в Латвии. У немцев в плену. А потом я писала еще и разыскивала еще тетю свою. Ну, не нашла ее. Приехала у меня такая же имя-отчество, Бухолова, Евдокия. А это не она. Так что я никому и не писала. И Вам тоже не писали? И мне не писали. А были, например, проблемы со здоровьем во время войны или ранения? Нет, у меня не было. Крепкое здоровье было, да? Да. Это хорошо. Зато 90-й год. Да. Вот Ваша матушка была в плену, да? Да, у нее... У латыши она служила. Расскажите о том, что ей пришлось пережить. Что рассказывала? Она с сыном, значит. Сыну было 16 лет. Василий. Их угна... Немец посадил на поезд и в Латвию. А дом наш разобрали и на укрепление. В связи, через речку на кладбище там гора такая, в общем, укрепление делали. Так что дом наш разобрали, где я родилась. И вот они там жили, у хозяина, в домработницах. Мама доила коров. А Вася, так как он был 16 лет, работал за мужика, за здорового. Пять часов вставал и до 12 ночи работал. У него еще был один работник, а 75 гектар земли было. Надо было обработать. Он сам, правда, работал на тракторе. Ну и обработать тоже нужно было. У него было все. Мясо, картошка, овощи все. Его в армию не взяли, потому что он немцев кормил. Немцы придут, давай нам мясо или что, он даст им, они опять его не берут в армию. Вот так. Он с женой, еще бабушка была там, у них мать старая. И моя мама вот коров доила. У него было 20 коров. Ну, помещик или кто, как в Латвии назывались такие, на хуторах-то. На хуторах жили. Не по-доброму относили, да? Тяжело было? Да не знаю, как относились, но мама ничего не говорила, что было. Ну и строгий хозяин был. Надо служиться было хозяина. Не по-доброму. Вот мы же были не по-доброму. Даже вилами прокалывали сено, чтобы искали где, чтобы уничтожить. А мы были вот такие маленькие. Пошло. Да. Молока вот столичка плеснет, хозяйка в кружечке. Вот этим выживали. И эта латышка молодая уничтожала русских. Даже рабов. То есть даже женщины такие были? Всех, да. Кошмар. Прокалывали вилами сено, чтобы это заколоть. Где-то я сказал. Спасибо. Ценная информация. Да. А вот что вы во время войны знали о союзниках Советского Союза? Ну что писали в газетах. У нас была вот эта пятиминутка. Замполит считал нам. Как вы думаете, сильно ощутилась на фронте их помощь? Нет. Да не знаю. Нет, это действительно нет. То есть сами вот не сталкивались там, например, с товарами по линзу или с машинами? Нет. Не доводилось, да? Так, а где вы... На, так. Ну вот расскажите, может быть, поподробнее о том, как в Братиславе встретили День Победы. Стали эшелоны мобилизованных уже отправлять на родину. И не помню, на какой станции я пошла на станции. Остановился поезд. Ой, не плачь. Не плачь. Не переживай. Вот смотрели, как уезжают. Постояли там, кто это... Люди приносили ему яблоки там. Не знаю, что еще. Из еды с корзинками были. Уезжали на родину эшелоны, проезжали. А война кончилась. И осталось тоже. Наш поезд расформировали. И меня то туда пошли, то туда пошли, то... Поставили в рентген кабинет. Это врач смотрит, а я записываю, он говорит. Показали. Потом ко мне стал этот техник приставать. Но я его отбила. И потом меня оттуда перевели. Так как я неграмотно пишу. Это он наврал. Да, наврал, конечно. Мне же и врач читал мои записи, подписывал. Ну да. И я не стала ничего об этом внимания обращать. Еще куда-то нас посылали. Не знаю. Не упомню. Потом, думаю, что ж меня... Наш поезд расформировали. Уже начальство все у наше уехало. Сказали, что можно... Уже год прошел после войны. А мы все работаем. Ну, так как поезда нет, поезд ходил еще после войны долго. Все уехало. Все уехало. Наш поезд сдали. Все расформировали. Так я подала рапорт генералу. В общем, рапорт, что мне нужно домой. Мать у меня престарелая, больная. И он мне разрешил. Тогда не разрешил демобилизоваться. А давайте поговорим о фильмах. Вот какой у вас любимый фильм о войне? Вот на всю оставшуюся жизнь. Вы смотрели когда-нибудь? Такой нет, честно. Ну, вот там все про санитарный поезд. Да помните, это такой фильм популярный, как поезд идет по всей стране. То есть по военным вот этим. Я в принципе что-то вспоминаю. По культуре, по-моему, показывали. И вот это поезд по милосердии есть. Она и прокаталась на нем все же. Ну, вообще там реалистично передается, как жили. Да, да. Да, так и все так. Но есть и небольшие, конечно, отходы. А из книг есть что-нибудь любимое о войне? Книг-то некогда. В войну некогда читать было. После войны до работы пришлось. Работать, подрабатывать. Надо было маме помочь и себе в Ленинграде. Оставить. Да еще у меня жилплощади не было. Жилплощадь платить. После войны началась, после Викотечневой началась еще война с Японией. Как вы оценивали то, что вот еще придется нашей армии воевать с таким далеким государством? Ну, так я узнала, что тогда, но как-то нас не коснулось этого их дела. Там быстро закончилось. А как восприняли победу над Японией? Ну, так же, господи, радостно. Вот сейчас прошло уже много времени. Как вы думаете, почему началась война? Почему все хотят завоевать себе больше, захватать? Сумасшедший. Хотел нас поработить, но не с тем столкнулся. Он думал, поужинать, то есть позавтракать где-то перед Москвой, в Москве пообедать, а в Ленинграде поужинать. Но у него ничего не вышло. Сестра у меня в Ленинграде была кадница, потеряла и умерла. Она не вернулась больше. Остальные близкие как? Так вот, мама с сыном явилась. А сестра, которая училась в Ленинградском, ее эвакуировала. Я знаю, что ее эвакуировали. Она писала мне. Я туда писала, но ответа не приходила. А потом она мне написала, что я теперь такая стала, что ты меня не узнаешь. Я писала, что приезжай ко мне. Если иди к военному коменданту. Если меня там не будет, то девушка, которая там дежурит, она тебя отведет ко мне. Так я ее не дождалась. А пришел поезд один раз, мертвый из Ленинграда. Эти все там бура забиты ранее, мертвыми. Она уже поздно эвакуировалась. Ну, когда можно было, в марте. Или уже в воде погибла. Она работала. Сначала она учиться поехала. Техникум ликерной промышленности. А потом уже она по войну работала, чтобы получать рабочую карточку. Так и стопняком работала. Что она мне писала. Всех эвакуируют. А до них еще не дошла очередь. Когда дойдет их очередь, тогда она приедет. Так я и не дождалась ее. Иди нашла, не иди. Да. А вот сейчас в современной России как избежать угрозы войны в будущем? Как Америке прикажется, если она... Тогда и всех военачальников убрали. Понимаете? И докладывали Сталину. Он же не верил этому ничему. Сейчас совсем другое время. И люди не такие. Да, обезглавили все. Все армию обезглавили. Это же было вообще по счастью. А как думаете, вообще не грозит война сейчас? Нет. Так и думаю, что нет. С нашей техники. Да, и слава богу. Да. А вот что... Что хотите пожелать современной молодежи? Не знаю. Я сейчас с молодежью не общаюсь. Молодежь у нас... Как она ведет себя, мне не нравится. Есть хорошая, есть плохая. А вот... Расскажите, пожалуйста, почему вот не нравится. Что вот не так? Расскажите. Нет у нас общего языка с ним. Молодежь свое говорит, а мы свое. Так же во всех делах мы сами собой, а они сами. Они теперь курят, пьют, не работают. Убивают. Да, убивают. За деньги продаются. Продаются. Посмотришь, молодежь вся курит. Господи. Я ни разу вот только в войну выпила вот тогда, и у меня закачала, и я не пила водки ни разу. И ни одной папиросы не выкурила. Через одного. Так вот, по телевизору-то все. Так пожелайте тогда, чтобы здоровый образ жизни вели. Да. Может быть, еще какие-нибудь ваши воспоминания, самые яркие о войне, какие-нибудь истории? Ведь разговаривали с ранеными солдатами. Вот все, что вспомните, говорите, потому что это все очень интересно. Ну, некогда было разговаривать-то. Когда едешь, все на ходу. Все тяжелых раненых снимали на ходу, на станциях, которые вот, если за границей это едем. Он знает, где его родственники, на той станции в госпиталь приезжают. В общем, просто у меня как раз вопросы подошли к концу, но если что-то хотите вспомнить, рассказать... Да нет уж, ничего теперь вспоминать, столько лет прошло. Теперь забываешь. Многое забываете? Да нет, я так же стараюсь не забывать. Говорят, что я ничего не помню, ничего не знаю, у меня нет памяти. А я все помню. По-моему, прекрасно помните, потому что мы сейчас с вами разговариваем, и очень много интересных деталей даже вспомнили. А наши говорят, что я дура. Ошибаются. Нельзя так про людей, особенно про женщин говорить, по-моему. Ну, есть даже. А моя племянница все забывает. Все забывает. Вот я еще попрошу ей, так она месяц прошу, тогда принесет. А то забывает. Обижают вас? Да, обижают. Ничего, я отдельный животник. Независимо. А только все им давай. А нас у себя одна обслужили? Я пока еще сама себя стираю, готовлю. Все по дому делаю сама. Да, все сама. Вот только она мне пол намоет. Придет. Да, принесла что-нибудь, так, квартиру попрошу уплатить. И даю пять тысяч, шесть тысяч. А еще и за деньги, да? Да, она ей дает. Нет, вы знаете, вот честно скажу, я просто приходится так общаться с ветераном. Вы очень в хорошей форме, потому что вот бывает придешь, что и очень тяжело. Человек выглядит, многие не слышат, многие не говорят. А вы очень-очень хорошо выглядите, правда. И было приятно пообщаться, потому что действительно вы вспомнили много подробностей. Это очень важно, потому что с этим всем будут ознакомливаться историки и студенты. Спасибо огромное, я сейчас запись остановлю.